В понедельник стало известно, что президент Путин одобрил новый масштабный инфраструктурный проект. Строительство в Якутии моста через Лену, самую длинную реку России. Длина самого сооружения более 3 километров и 11 километров подходов. Огромное событие для жителей региона, ведь мост ждали несколько десятилетий. Пока же проехать на другой берег Якутска на машине можно лишь зимой, по льду. В остальные месяцы – паром. Предварительная смета проекта – 83 миллиарда рублей. По плану мост будет введен в эксплуатацию в 2025 году и свяжет с Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль. Три федеральные автомобильные трассы Вилюй, Колыма и Лена, а также региональные автодороги. Якутский речной порт и аэропорт Якутск. Опыт успешной реализации крупных инфраструктурных проектов у России есть. Самый яркий проект – 19-километровый мост через Керченский пролив, соединивший Крым с материковой Россией. Или вот интересный опыт Москвы. МЦД – московский центральный диаметр. Открытие первых двух веток состоялось в четверг. О том, как это было и каковы перспективы МЦД – Ольга Армякова. Подмосковная классика – билет на электричку. А дальше путь, который измеряется вовсе не километрами. Часами, минутами, переходами и пересадками. Из Одинцова поедем в Москву по новой геометрии – диаметрами. Утренний час пика на платформе кажется совсем немноголюдно. Все потому, что спешат теперь не пассажиры – поезда. Не то, что раньше. Нужно было прибежать и еще попасть в электричку, потому что она была полная. И приходилось даже на платформу раньше приезжать. Смотрели расписание, потом ко времени приходили. Сейчас, конечно, ну еще не совсем привыкли к тому, что через каждые пять минут идут, что не надо это смотреть. Но привыкать все же придется, ведь это теперь новая философия пригородного сообщения – диаметры экономит время. Этой птице полет долгожданный. Иволга встала на рельсы, чтобы надежно соединить Москву и Подмосковье через самый центр большого города. Это, по сути, новая ветка наземного метро. Даже поезда отправляются так же часто – каждые пять минут. Быстрая, яркая и Волгородом из Твери. Ее проектировали и создавали специально для диаметров. По ним уже разлетелись 39 новых поездов. С мягкими креслами, кондиционерами, розетками. Здесь все последние новости перед глазами на цифровых мониторах. Ну и куда уж без него теперь. Вай-фай тоже есть. Удобно сидеть, работать. Едет комфортно, не шумно. Очень сильно разгрузились основные направления. Народу стало меньше, меньше толкать не стало в электричке. Центральные диаметры – это даже больше, чем новая ветка. Крупнейший транспортный проект, что сплетает воедино метро и электрички. И вот первый маршрут. От Одинцова до Лобни – 52 километра. Через центр столицы за 80 минут. И пересадки сразу на несколько линий московской подземки. Или центральное кольцо. 43 миллиона пассажиров в год. Только предварительные подсчеты. И только одна ярко-оранжевая ветка, по которой прокатился и Владимир Путин. Ну что, я вас поздравлю. Спасибо. И от имени Маскевича вам спасибо. Вам спасибо. Очень хорошо, когда мы что-то планируем, потом реализуем. Особенно такие крупные инфраструктурные проекты. За последнее время вообще Москва сделала хороший рывок. Спасибо. Запомним совсем недавно, да? Еще несколько лет назад коллапсы были. Кругом не проехать, не пройти. Вот такие проекты, конечно, в значительной степени делают жизнь у людей более комфортной. Обгоняя пробки, минуя светофоры, Иволга летит из Подольска в Нахабино. Сокращая время в пути на 30%. Город становится ближе и для самих москвичей. Около половины станций второго диаметра в районах, что раньше считались отдаленными. И это около двух миллионов человек. С облегчением вздохнет и всегда загруженное метро. Метро наземная часть пассажиров возьмет на себя. Бешеный ритм большого города ускорится почти в полтора раза. Меньше машин на магистралях и на МКАДе. Лучше экология. И люди, тратя меньше в дороге, будут это время тратить для работы, для отдыха, для семьи. Но быстро вовсе не значит дорого. Скорее наоборот. По карте тройка можно прокатиться по диаметрам внутри Москвы. По цене метро всего 38 рублей. И за пересадки платить не придется. Если вдруг решили махнуть в ближайшее Подмосковье, с вас 45 рублей. В них же входит и подземка, и МЦК. Ну а если дальше, стоимость поездки начинается от 68 рублей. Это называется гибкая тарифная система. Ну что, москвичи и гости столицы, как вам запуск МЦД? Два дня нормально не могла работать из-за приезда Путина. Торопились чиновники открыть данную железнодорожную сеть. Электрички задерживаются. Много народа на станциях не протолкнутся. Зато в сюжете вести недели, как всегда, все прекрасно. Как всегда, нет толкотни. Правда, даже этот сюжет убрали из вестей недели. Да-да, его убрали из вестей. Киселёв, ты что, верни сюжет про МЦД в свою передачу? Наверное, скорее всего, снимали утром, когда ещё действительно было мало народа. А вот в часы пик почему-то съёмочная группа вестей не стала снимать, как народ толкается в московском центральном диаметре. Но даже это, даже этот МЦД за счастье. Ибо в регионах, как были электрички обычные, не центрального, так сказать, диаметра, так и остались. И более того, их сокращают. Что, конечно, делать не надо. Это альтернативные вести недели. Давайте перейдём к темам недели. Тема, затронутая в предыдущих передачах о хищениях в Роскосмосе, продолжается. Не только деньги ворует РЖД, но ещё и Роскосмос. Второй верной поступью коррупционеры продолжают разбирать, разбазаривать деньги на очередном проекте, прожекте Владимира Путина. Космодром Восточный, который он не может всё никак достроить, ибо космодромы не бывают в стране технологической, отсталой, такой, как Россия. И их не так просто построить. Особенно, когда есть Дмитрий Рогозин, душегуб российского космоса. Так более детально. Управление Следственного комитета по Амурской области возбудило целых два уголовных дела о мошенничестве, особенно в крупном размере, на предприятиях ПСО «Казань», которые, кстати говоря, в Самаре строили стадион к чемпионату мира. В рамках расследования уголовного дела о хищениях на космодроме Восточной, где настоящая чёрная дыра и пропадают многомиллионные деньги российских долгоплательщиков и пенсии, будущих пенсионеров, которые власть предпочитает тратить их не на выплату пенсий, а на ракету. Должностные лица из ПСО «Казань», которые являлись исполнителями госзаказа по строительству, в первую очередь, для космодрома Восточной, представили в Управлении Федерального казачейства ложные сведения об оплате по договорам аренды спецтехники. По версии СКР, договоры аренды не исполнялись, а документы оказались липовыми, поддельными. По ним, по СОК «Казань» через Управление Федерального казначейства Татарстана переводило деньги на счета компании. На строительство хосмодрома Восточной различные компании и фирмы своровали более 11 раз бюджетных денег. Это более 100 миллионов рублей. И вот опять новое уголовное дело. Давайте-ка напомним старые дела. Дело о растрате в Дальспецстрое, где начальник Дальспецстроя присвоил себе полтора миллиона бюджетных средств Далее злоупотребил своими полнобочиями голова Федерального центра Центрообразования Строительства Евгений Ермолаев и присвоил себе внимание 44 миллиона рублей. И все это деньги из бюджета на строительство космодрома Восточной. Затем гендиректор спецстроя индустрии Сергей Терентьев присвоил себе 3 миллиона рублей и не выплатил за оплату рабочим. Кроме того, за 2014 год он на себя растратил из бюджета опять-таки 7 миллионов рублей. не остался в стороне гендиректор Восточно-Тихоокеанского моторостроительного завода который присвоил себе 35 миллионов рублей и также не выплачивал зарплату рабочим более 5 лет. Нашим рабочим не вдомек, что если тебе не платят зарплату, то тебя используют в качестве раффа. И космодром Восточный построен точнее не достроен попросту на раб силе. Не на рабочей силе а на рабской. Даже зарплату не платили рабочим. Рабочих туда свозили в качестве рабов и строили космодром. И вот таким образом космодром был построен. Хотя еще даже не достроен. Опять-таки в угоду царю Путину который закрыл глаза и на действия гендиректора ТМХ Виктора Гребенева который через договора аренды движимого и недвижимого имущества принес своему предприятию ТМК ущерб на сумму опять-таки 40 миллионов рублей. И так дальше и далее список коррупционеров бесконечный как космос. Космодром Восточный просто захлебнулся в казнократстве. Никакая Олимпиада в Сочи Крым и даже и даже чемпионат мира по футболу ни в какое сравнение и даже Бакландарена в Санкт-Петербурге ни в какое сравнение не идет с хищениями на новом космодроме который должен был символизировать космическую и промышленную мощь России но символизирует ее слабость алочность распад рабскую силу и так далее. Рыба гниет с головы и в случае Роскосмоса эта поговорка попадает прям в яблочко. Никакому там Медведеву с его виноградниками Виталии не снилось космическое хищение Дмитрия Рогозина и его коллег из бюджета денег на ракеты которые не летают нет вот недавно кстати упал сгорел по сфере новый военный спутник Россия возрадуйтесь украинцам кроме того как выясняется космодром Восточный нельзя было строить оказывается на каждом пустотах но его целенаправленно там построили дабы увеличить сумму до строительства космодрома которая и пилилась различными фирмами и коррупционерами отдельных бутюков заслуживает и главный кознократ даже царь батюшка Путин по поводу восточного но если ты видишь что у тебя на космодроме воруют ни один ни два ни три раза ну так поменяй систему уволь наконец-таки Рогозина не держит его специально отдай Роскосмос под строительство военным пусть стройбаты строят они более эффективно работают чем Рогозин и его ведомство хотя да был была конечно катастрофа на этом самом чуть не сказал астраханском на полигоне под Архангельском но это все-таки одна катастрофа раз там в пять лет а вот у Рогозина в его Роскосмосе катастрофы происходят чуть ли не каждый день вот такие вот пироги да Роскосмос строили рабы для рабов и никакого прогресса не предвидится в ближайшее время ой начинаем лизать жопу Навальному начинаем начинаем да да Навальный подал в суд на Путина правильно Путин должен ответить перед тем как перед как мы говорим на эхо Москвы будущим президентом России за все его преступления в настоящем Навальный написал в своем блоге что разгром фонда по борьбе с коррупцией выполняется с подачи российского никчемного государства ФБК завалили многочисленными исками путинских шавок из единой России в их числе различные пятидельные заведения службы такси по словам будущего президента России Навального именно исцы подавшие на оппозиционеров суд являются злостными нарушителями и именно действующей голова государства ГБшная питерская мразь Путин является инициатором исков против Навального и его ФБК таким образом Навальный приглашает Путина в суд в котором духовный скрипоносец не был ни разу за свою жизнь ибо привык уничтожать улики своих преступлений даже если это целые дома с гражданами как было в Алгодонске и Бурнацке в 1999 году в Кремле от дерзости Навального опешили им даже немного нечего было сказать у Пескова на этот случай на случай приглашения Путина в суд не было заготовлено ни одного словечка в общем Кремль в шоке и тут казалось бы в чем сырбор просто как всегда администрация президента позвонила бы в суд и сказала что суд не принимал иск но это то все и дело что Навальный поднялся на том что все эти коррупционные связи связи по звонку между исполнительной и судебной властью скрывал открывал общество и прибегнуть к телефонному праву сейчас для Кремля был бы пометон но заходя вперед за программу все таки Кремль к этому телефонному праву прибегнул и мы видим о чудо Тверской районный суд Москвы все таки зарегистрировал иск к самому вождю Владимир Владимирович по версии Навального нарушает часть вторую статьи Конституции РФ не реагирует на нарушение конституционных прав в случае с делом фонда по борьбе с коррупцией которых как раз и разгоняют коррупционеры такие как эти самые питейные заведения и такси на низком уровне имеют места нарушения неприкосновенности жилища свобода высказывания и распространения информации да действительно Путин власть администрация президента постоянно зажимает конституционные права граждан уже до абсурда дело дошло нельзя носить цветы определенного покроя женщинам те самые знаменитые кружевные трусики из которых по сути начался байдан на Украине да украинцы видя на то что в России все запрещают даже кружевные трусы я вам серьезно говорю это закона с 2014 года работает не хотели жить в этом государстве вместе с нами где все запрещено ничего не разрешено но вернемся к Навальному собственно говоря Навальный берет всю информацию которую владеет Навальный он берет из открытых источников где черным по белому написано что конфискации имущества для казнократов нет привет руководству ПСО Казань взятки де-факто абсолютно разрешены официально до самом высоком уровне и средства коррупционеров наоборот размораживаются а не замораживаются налоги в России только обязательны для неебущих если у тебя есть связи и деньги то тебе не обязательно налог не платить и тебе это сойдет срок и во все виноват Путин а тут еще московские шавки рестораны дельцы и таксисты хотят что-то поиметь с Навального в том числе и его квартиру и офис в Москве у меня нет никаких сомнений что иск провалится Путин не придет в Тверской районный суд Москвы под любым предлогом но сама попытка втянуть президента страны в какой-то районный месичковый суд как нашалившего школьника дорогого стоит жалко что сам Путин да и вообще в целом власть России привыкла решать проблемы не через суды а через диверсионные спецоперации по устранению неугодных лиц так что скорее тьфу-тьфу-тьфу чтобы не сглазить у Навального чисто случайно в судебном процессе остановится сердце как в поезде Москва-тамбов у Никиты Исаева который в жизни не болел никакими сердечными приступами это будет скорее чем Путин придет в суд с его психологией гопника из ленинградской подворотни да все равно мы от Путина требуем исполнять наши конституционные права несмотря ни на что несмотря и на противодействие ФСБ и МВД против обычных граждан фонда по борьбе с коррупцией должен призвать юридически Путина ответу и транспортировать его автозаков к Тверскому районному суду но скорее всего этого не будет но когда-нибудь я надеюсь все-таки это случится а пока что за попытку Навальному пять но это ничего не решает и конечно Путин не придет и чтобы вы думали мы продолжим эту тему с Навальными потому что потому что вот суд отказался принять иск ФБК к Путину вот эта фотка мне кстати у Навального нравится больше да и вот вторая серия иска Навального к Путину Тверской районный суд все-таки отказался принять иск фонда по борьбе с коррупцией к Путину тем самым показав свою коррупционную составляющую суда и то что судьи Тверского районного суда города Москвы являются сторонниками басманного правосудия правосудия по звонку коррупционного правосудия точнее вовсе отсутствие правосудия как такового в судебной системе судей Тверского районного суда объяснили Навальнятам что требования которые через данный суд они выдвигают к президенту не могут быть ему предъявлены так как здесь явные противоречия между судебной и исполнительной ветвями власти и это нарушает принципы разделения властей с правовой точки зрения все верно но со справедливой по отношению к товарному ФБК нет конечно же со справедливой точки зрения нет сам Алексей сидел несколько раз по приговору этого суда за организацию протестов и он не может привлечь к ответу своего обидчика того который таскал его по тюрьмам и судам юридическим путем в то время как администрация президента обзванивает все суды все следственные органы мы будем наконец-таки посадить Навального на 15 лет а сам Навальный не может даже гражданский иск подать против Кремля и не только Навальный судьи Тверского районного суда вы не того защищаете этот старец Кремле погубит Россию это ужасно несправедливо у нас ужасно несправедливая правосудие у нас нет как такового здесь судьи де юра правы но де факто они защищают бандитов и воров Навальный четко разъяснил что Путин не исполняет конституционные права граждан он наоборот их только нарушает по отношению к Навальному и к другим людям президент у нас ни за что не отвечает и как бы он сам говорит ничего не знает он знает о бедах россиян только через СМИ тогда нахер нам нужен такой президент там на западе президент хотя у президента и ФСБ и Следственный комитет а он на белом глазу заявляет что я все знаю из СМИ вот же мразь путинская а и вот поэтому я кстати за Навального президента потому что Путин заврался уже заврался уже откровенно там на западе президент имеет а сильную конкуренцию б отвечает перед законом в суде в отвечает перед парламентом за свои политические решения и ошибки и его контролирует народ в том понимании что если народу уже разочаровался в том или ином политике глава государств в том числе и главу государства то его свергают отстраняют проводят новые выборы а у нас президент не президент а диктатор который диктует свое мнение даже Тверскому районному суду даже жене даже даже мужьям и женам какие трусы носить а какие нет у нас Минкульт диктует гражданам какие сериалы смотреть фильмы а какие нет точнее будет диктовать и так вплоть до крыжевных трусов и того что их нельзя носить в России и ладно бы власть диктовала нам как жить и была права но нет у власти воры бандиты те самые бандерлоги их покрывает Тверской районный суд который отказал Наски Навальному и отказал россиянам в правосудии у нас в России давно уже именно поэтому нет и не работает судебная система она карательный орган в руках исполнительной власти де-факто судебной системы конечно же в России нет никакой молодые люди вы не добьетесь справедливости в российских судах и это вам очередной раз показал иск Навального вам пора валить нахер из страны пока вас окончательно не проравняли к врагам народа и не сосали в Сибирь в лагеря или в сирийскую пустыню здесь в России суды защищают казнокрадов и душегубов как этот профессор который расчленил студентку в Петербурге а Следственный комитет возбудил дело только через неделю после расчлененки и то под давлением либеральных СМИ и в частности Навального так что ваши права в России ничего не значат и это подтвердил Тверской районный суд Москвы который отказал к счастью Путина в иске Навальному увы но Навальный сказал что будет подавать в суд на Путина в другие инстанции и значит судебные и юридические терки между Путиным и Навальным а точнее вернее попытка Навального затащить Путина в суд продолжатся но как я уже сказал против него вполне может быть диверсионная операция разыграна ФСБ как в случае Никиты Исаева но поживем увидим как говорится а судебной системы нет и вам нахрен лучше валить потому что молодым людям в России запрещают сейчас запрещают смартфоны потом будут уже запрещены определенные трусы об этом я уже сказал потом будут запрещать носки потом значит комиссия будет решать жениться ли вам с девушкой нет специальная комиссия это уже кстати где в Татарстане специальная комиссия с представителями общественности так что вам в скором времени государство будет диктовать все как есть как вести себя поэтому валите нахер из страны пока не поздно я к сожалению этого не могу сделать да не выездной так сказать политик Минкульт вот вот а сейчас подробно об этом поговорим Минкульт будет следить какие серии какие сериалы смотрят россияне а какие в интернете Минкульт подготовил поправки в законодательство по которым с 2021 года власти начнут собирать даты о просмотре фильмов и сериалов в онлайн кинотеатрах эти сведения будут находиться в закрытом доступе и доступны будут только для чудовников по словам беденского государства это нужно для поддержки российского кинематографа и отслеживания эффективности бюджетного финансирования отдельных картин Минкульти также заявили что это первый шаг на пути понимания реального трафика в интернете то есть то что в действительности смотрят россияне ибо фон кино да и сам Минкульт не справляется с продвижением российских фильмов за рубежом и в малых городах России Бедицкий обосновывает это решение еще и тем что в интернете российские картины смотрят больше чем в кинотеатрах давайте что же давайте отделять зерна от плевел действительно российское кино в интернете смотрят больше чем в кинотеатрах но это связано в первую очередь с пиратством в интернете где без труда можно посмотреть любой фильм сериал абсолютно бесплатно и даже если сериал фильм абсолютное российское говно то все равно за него не платишь и поэтому его смотришь на него не тратишь ни копейки и это как раз обеспечивает массовость просмотра российских сериалов и фильмов в интернете а раз так то почему бы какой-нибудь дерьмо не посмотреть абсолютно бесплатно о пиратах и вот тут как раз возникает проблема долг по праву господина Бензинского очкастого долг но не будем так просто ибо не все онлайн кинотеатры легальные и собирая информацию о сериалах и фильмах у легальных поставщиков контента можно попросту не увидеть полноценную картину и то место где сейчас находится российский кинематограф пират пираты же никому не подотчетны их не так просто заблокировать вторая проблема поправок медицкого это экстерриториальные права ну то есть американская компания Netflix например не обязана давать Минкульту сведения о своих пользователей и о том что они смотрят с чего вдруг им давать сведения российскому Минкульту непонятно спрашивается в до цифровую эпоху Netflix просто бы закрыли в России но сделать это сейчас в онлайн режиме невозможно потому что есть VPN спрокси ТОР и все это так развивается что сейчас даже в браузере только для россиян только для россиян для остальных странах нормально с интернетом кроме Китая разумеется так вот там уже если ты устанавливаешь какой-нибудь браузер там уже тебе внедряют VPN ну может кроме Яндекс браузера специально чтобы ты не смотрел российское дерьмо а смотрел какие-нибудь крутые сериалы и фильмы ну или запрещенные в России как я недавно сделал и сделал и посмотрел я через VPN которым я установлю на оперу запрещенный в России фильм Хантер Киллер Охотник на убийцу так вот вернемся к Мединскому пример с телеграммом тому доказательство что нельзя собрать объективную да уж информацию в интернете с онлайн кинотеатров и их и нелегальных онлайн кинотеатров заблокировать проще проще говоря он мин культа возникают большие проблемы с сбором а самое главное достоверную информацию в эпоху когда онлайн кинотеатры в России работают под доменными иностранных государств но проблемы возникнут и у пользователей потребителей легального контента онлайн кинотеатров при новом законе Бедицкого ну во первых а вдруг система учета данных пользователей онлайн кинотеатров заглючит а если сам онлайн кинотеатр заглючит а если заглючит наш родненький суверенный интернет в момент когда по закону легальные онлайн кинотеатры должны передавать сведения о своих пользователях в Минкуль то что тогда его закроют а как быть если например на ютубе размещают и только кино и сериалы а и другой контент это считать ютуб считать онлайн кинотеатром или нет вот Мединский призадумался вопрос попадает ли ютуб под новые поправки Мединского или нет новые поправки Мединского носят и другой характер вреда кинобизнесу в России в его поправках написано что информация о том какие улайн кинотеатры и какие фильмы в них будут смотрят россияне будут уходить чиновникам но не написано от какого ведомства и например следственные органы могут получить по поправкам Мединского допуск к этой информации и строго карат россиян за то что они смотрят какой-нибудь враждебный поташенью к России иностранный сериал или фильм ну вот например посмотрел ты с 2021 года в 2021 году посмотрел ты например сериал очень странные дела 4 я не смотрю этот сериал но многим нравится ну и короче говоря посмотрел все там первую серию вторую серию третью серию так далее и тому подобное потом пришел на работу а тебя увольняют почему потому что в работодателю чиновник отдал информацию ага такой Петров Васечкин смотрел американский сериал и все его уволят таким образом государство будет диктовать россиянам какой сериал какой фильм смотреть а какой нет это ближайшее будущее молодых россиян в России где за просмотр западного фильма или сериала или нашего фильма и сериала но который выставляет власть не в нужном свете будут людей строго наказывать и корать Мединский своими поправками закон о работе Минкульта создает для этого базу а вовсе не для того чтобы улучшить работу фонда кино и самого Минкульта теперь государство будет решать будет диктовать вам 2021 года в интернете какой сериал фильм вам смотреть а какой нет полностью вторгаясь в вашу личную жизнь господин Мединский тут прикрывается что надо улучшить кинопроизводство правда чтобы его улучшить надо не гнать порожняк и фуфло подобное Т-34 в кино чтобы делать хорошее кино тиро сериал надо иметь мозги а чтобы иметь мозги не надо было Мединскому плагиателю свою диссертацию а надо было честно ее защищать кино не надо продвигать государству его надо делать мирового уровня равняясь на свою культуру при этом не показывая жопу в фильме Михалкова Утомленные Солнца и письку Хабенского в фильме Собибор тогда российское кино само продвинуться куда надо а пока что сам Мединский движется окончательно и бесповоротно в в тупик да ему еще далеко до его начальника Владимира Владимировича Путина который недавно заявил на съезде России зовет что экономика России чуть ли не выше таких американских компаний как Apple и Amazon да вы это чувствуете да нет нет конечно да они там в Кремле уверены что российская экономика чуть ли там не вторая в мире а на самом деле десятая но это отдельный это отдельный разговор ну вот такой вот да теперь государство будет собирать сведения о том какие сериалы россияне смотрят в интернете и если государство посчитает что не тот сериал они смотрят не тот фильм то не тот то будут как бы блокировать не онлайн кинотеатры как это сейчас делается а будут блокировать самих пользователей этого контента на 15 лет с конфискацией только чтобы не сглазить так что смотрите самое высококачественное художественное кино бесплатно в интернете пока у вас есть такой шанс пока вы за это не сели в тюрьму по новым поправкам Мединского я думал эту новость не включать она не свеженькая все уже по ней прошлись но не могу слишком уж она будоражит сознание Киев обвинил Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей командующий ВМС Украины Игорь Воротченко рассказал журналистам что россияне угробили украинские корабли Бердянск Никополь и Яна Капу с них подлые россияне поснимали даже плафоны розетки и унитазы напомню что в ноябре прошлого года Россия захватила три украинских корабля которые двигались в своих территориальных водах где-то около Крыма так путинская власть подыгрывала Порошенко как тогда казалось Порошенко хоть и антирусский политик но с ним можно договориться в отличие от Юлии Владимировны она тогда шла на втором месте в предвыборной гонке вот наши и захватили корабли чтобы Порошенко которым выгоден в Москве своей коррупцией и Липецкой кондитерской фабрике ввел военное положение у себя в стране и как Путин после Беслана отменил выборы но Украина не Россия не кровавый бордер а шир и Верховная Рада была против отмены выборов на Украине в итоге выборы на Украине все-таки состоялись и Порошенко сам ушел как истинный демократический лидер но Юлия но и да но Юлия тоже не смогла занять пост-обранитель в стране и к власти пришел Зеленский Россия уже и России уже не нужны были эти корабли поэтому она их спокойно отдала Украине но надо же было с этой керченской провокацией что-то поебеть все-таки если не в политическом так вот хозяйственном материальном смысле этого слова а то устроили провокацию захватили корабли чужой страны на окопированные территории и что в итоге проиграли нет поэтому поснимали все что можно было поснимать с украинских кораблей в том числе и унитазы в том числе и унитазы которые по версии Невзорова нужны были для оружейной палаты Кремля они в мерцающем свете музейных огней будут обвиты победными лентами и лавровыми венками и символизировать победу России над в кавычках бандеровской Украины эти унитазы которые поснимала Россия с украинских кораблей теперь что иное как символ победы над украинским народом именно над этими унитазами положив на них руку будут приносить присягу юные армейцы эти унитазы украинских кораблей на параде победы 9 мая будут украшать мавзолей уратовающие боеспособность боеготовность войск напрямую зависит даже от таких малачей как наличие сантехники вот поэтому Россия исперла унитазы с украинских кораблей взяла их грубые силы в результате чего украинские мальки целый год были вынуждены справлять естественные надобности в толчках Лефортова за что вправе подать на Россию в Европейский суд по правам человека а кремлевские унитазы с их кораблей будут украшать мавзолей и после пречи 9 мая до них испражнится сам Путин учат чиновников как нужно срать достойно ура товарищи срем достойно в комментариях тоже не очень не рады в России обиделись на Софию Ротару сейчас я посмотрю сколько времени культурная страничка Киселевской передачи не очень рады в России обиделись на Софию Ротару планы украинской певицы Софии Ротару поехать в Россию на фестиваль песня года 2019 после отказа от участия на предыдущем фестивале вызвало в России крайне негативную реакцию вплоть до обсуждения того сколько банок варенья и печенья сама София Михайловна и пачек печенья сама София Михайловна переправляла в АТО украинским военнослужащим и добровольцам за это в России устроили абсолютную травлю Софии Ротару которая только еще намеревалась приехать с концертами в России а уже травлю устроили здесь так некоторые сенаторы Совета Федерации считают что на выступлениях Ротару в России должны быть пустые кресла и то что Минкульту пора поправить творчество самой певицы не только Минкульту но еще и Средственному комитету на экстремизм пессимизм терроризм и на предмет призыва против свержения конституционного строя России вот песня такая песня например как папа как папа мама я вместе дружная семья в исполнении Ротару может быть расценена как нарушение статьи Уколовного кодекса 282 экстремизм да эти доблестные гады из Совета Федерации считают Софию Ротару спонсором киевской в кавычках хунты а также пособников украинских карателей на Донбассе и поэтому Россия вполне вероятно скоро запретят творчество Софьи Михайловны и даже старые кассеты 80-х годов с его песнями будут изымать полиция и следственный комитет при этом лопят что у нас не как на Украине и черных списков запрещенных артистов нет при этом сенатор Совета Федерации пока еще не официально но де-факто уже их создают под запрет на творческую деятельность в России уже попали Андрей Макаревич за его либеральные взгляды актер Алексей Серебряков за правду матку России которую он посмел высказать канадским СМИ государство точнее государям уже фактически диктуют нам какую музыку услышать на какие концерты ходить а на какие нет а дальше вас ждет светлое будущее суверенного интернета где где если вы где государство будет вам диктовать какие фильмы и сериалы смотреть в интернете что слушать какую музыку а какую нет в каких трусах ходить замещая занимая зажимая свободу выбора свободу воли в России но перейдем конкретно к Софье Михайловне за что ее травят внутри России кстати заочно потому что в лицо не посмеют сказать ей что она за твари в 2014 году Федора Тару Руслан Евдокименко выложил фото где Софья держала украинский флаг с подписью Слава Украине Героям Слава после этого в якобы толерантной веротерпимой России где нет цензуры отменили сразу три концерта Софии Ротару за такую выходку София Михайловна не только не извинилась но и назвала украинской землей которая сейчас оккупирована Россией и добавила что эту позицию будет отстаивать в материковой части России Софии Ротару как она сама призналась никогда не чувствовала себя русской певицей а была исконно украинской и тут понеслось из всех утюгов зачем София приезжает в Россию за деньгами здесь ей не рада здесь ей не место а да никакая не заслуженная артистка и певица а гастролерша чуть ли не проститутка вот такие разговоры здесь про Софию Михайловну ведутся внутри России у Софии Ротару нету совести и чести не надо ходить на ее концерты дело все может закончиться тем что на выступлениях Софии Ротару в Москве в Кривле возможно в нее полетят бутылки с зажигательной смесью и такое возможно у расистов быть сейчас очень активно в России создается культ ненависти в частности к Ротару так и в целом к украинским певицам таким как Аня Лорак и Верка Сердючка очень обидно что в России начали запрещать не допускать травить украинских певцов и певичек словно подталкивая украинских артистов писать заявления с просьбой выслать их на фронт с России в Донбасс не в качестве артистов а в качестве боевой единицы дабы бороться с с московским супостатом и даже с такой величайшей актрисе как София Ротару от политических дрызг России и Украины вызваны вызваны аннексием Крыма и вооруженным вторжением на Донбасс не спрятаться не скрыться так что украинские певцы пришло время вам выбирать сторону вы на светлой демократической стране будете защищать Украину или вы на темной рабской стране России и Элденея Да на Ротару здесь точат зуб и я бы не советовал сюда проезжать ее просто здесь могут избить какие-нибудь православные активисты дружбе конец война идет с Россией и Украиной уже пятый год и отдельным артистам не получится усидеть действительно на двух стульев тут я согласен с нашими депутатами а жаль ведь это то немногое что еще продолжает сближать два наших братских народа концерты украинских артистов здесь в России и концерты российских артистов там на Украине почему кстати наши депутаты и сенаторы не возмущаются тем что выступают там на Украине наши артисты отправляют денежку в АТО по налогам да 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 вот этим надо возмущаться конечно продолжаем разговор как карус на крыше конечная установка российское ПО может увеличить цены на смартфоны так сейчас называют мобильники продукцию Apple в России начнут возить по серым схемам в 2020 году смартфоны в России подорожают их ассортимент сократятся в силу вступит законопроект об обязательной предустановке на гаджеты российского ПО программного обеспечения в результате чего Apple и другие высокотехнологические западные компании чей доход выше всего российского ВВП в 5-10 раз могут покинуть Россию что вряд ли но скорее всего резко сократят свою линейку гаджетов и смартфонов в России конечно зачем папуасам мечтающим возродить СССР какие-то высокие технологии и их продукты здесь речь идет скорее не о зарплете американской техники как таковой об исчезновении сполок бюджетов сполок российских магазинов относительно дешевых смартфонов и компьютеров таким образом заботив заботив о патриотизме правительство с депутатами и сенаторами вновь ударило по бедным слоям населения фактически не позволив им с 2020 года покупать дешевый смартфон да а почему а потому что кто покупает дешевые смартфоны студенты те кто еще ну не достиг каких-то карьерных высот покупают смартфон они первым делом даже сейчас не выкладывают фото видео а смотрят видосы Навального и поэтому государство решило ударить и по ним и по тем 30-40 летним кто не может себе позволить дорогой смартфон и естественно имеет зуб на власть а вот а вот а вот а врагу американцам это выгодно не надо будет производить дешевые смартфоны для России дешевые смартфоны просто подорожают вот чем говорит закон об отечественной об обязательной об насильственной так сказать установки российского программного обеспеченной на телефон который вступит с 2020 года и это будет по-настоящему цифровой гулаг для россиянина более того по этому закону в России будут возиться контрабанды менее качественные продукты из Китая через Казахстан где нету закона об насильственном установке российского софта ну в общем все получат выгоду от нового закона кроме малоимущих из среднего класса молодцы наши депутаты как всегда вот же сволочи и твари к счастью российский софт на телефоне можно ну в смысле на смартфоне ну я по старому привык говорить можно будет удалить потому что он нахрен никому не сдался этот закон об установке российского ПО позволит братьям узду оброк с высокотехнологических компаний и такой пиздец возможен только в России где законы соответствуют 18 веку и они будут обирать высокотехнологические компании 21 22 века ну и несколько проблем в связи с этим ну например система iOS не предусмотрена для установки второстепенных продуктов как она будет действовать никак моего батя iOS потом Apple тут уже многие кто говорил может просто уйти с России выбрав не российский рынок а международный это два потом вот российский софт ну я еще понимаю установить допустим если компании обяжут установить российские приложения там ВКонтакте Яндекс Мейл Ру это я еще понимаю но российский софт это что это что что где российский софт где где его нет есть корейский софт есть кстати говоря программа эта программа записывается на корейском софте так вот есть корейский софт есть китайский софт есть американский софт где твою мать российское железо где твою мать чисто русский исконно наш смартфон с исконно русскими чипами и микросхемами Его попросту нет. А компании обяжут его устанавливать. То есть железа нет, а обязаны его установить. Ну как так? Депутаты охренели в разы. Вот такой писец возможен только в нашем российском государстве. Только в наших российских вестях, где даже нормальный, позитивный, пропагандистский сюжет о работе МЦД запрещают. Потому что гнева столько в адрес работы МЦД, в адрес правительства, в адрес работы президента, что скоро мотюками будет проложена, этими мотюками россиян, в адрес работы правительства будет проложена дорога на Марс. Вопреки действиям Рогозина. Вот такие вот вести недели на сегодняшний день. Ну всё. Пока-пока.